Добрый день, меня зовут Дешев Жураев, я являюсь председателем клуба молодых предпринимателей. Недавно мне подчинливилось быть в Москве на Synergy Global Forum. Это площадка, где впервые в истории России собрались 8 мировых лучших спикеров мира. Я бы сказал, во главе трейси. Там на этой площадке были топ-тренеры, топ-спикеры. И в этом списке топ-спикеры были ряд учеников трейси. Это было событие уходящего года в России, мне почтилось там быть. Действительно, я привез оттуда столько знаний, что я сейчас не знаю, что с ними сделать. Поэтому у меня все записано, записано, я должен правильно, эффективно все это использовать, потому что это фундаментальные знания, основанные на десятках лет опыта, которые применимы и в Италии, и в Америке, и в России. Все эти знания я должен адаптировать в Таджикистан. И, безусловно, лучший инвест это знание, я еще раз в этом убеждаюсь. Поэтому я очень рад, что мне почтилось там быть. Я отныне планирую быть на такого рода мероприятиях постоянно. Так, для чего, смотрите, если, например, Карнеги писал свои книги по теории, теоретические, а Трейси, например, он практик, он практик, по практике все, даже, например, достижения по максимуму, он там чисто практически пишет все, через чего он сам лично прошел. И вот, как Вы думаете, какой у них более легко понять то, что теоретически написано, или практический? Нет, безусловно, практичность, потому что до определенного времени, Дэл Карнеги тоже был один из моих любимых авторов, он по сей день так, но действительно времена меняются, рынок меняется, требования меняются, аудитория меняется, референтная группа каждого предпринимателя меняется там день от дня. Поэтому лучшие знания – это опыт, опыт и через опыт. То есть из опыта мы получаем именно те знания, которые нам нужны, и которые применимы в той или иной области. Поэтому, безусловно, number one – это Трейси, потому что он является неким инструктором, консультантом таких компаний, как BMW, IBM, McDonald's, какие-то большие другие корпорации. Суть в том, что он 50 лет занимается коучингом, он 50 лет является тренингом, и поэтому, когда он выступал в Москве, он два часа выступал без единой помарки, без единого личного слова, все настолько четко, очень логично, логичный такие переходы. Я не успел записывать, то есть не было какой-то фраз, которая мне неприменима, она не нужна. То есть если другие выступали, я какую-то чарту я себя улавлю, когда Трейси, я говорю, все, быстро, быстро записывал. Потому что это бомба, одним словом, поэтому я очень рад, что он будет выступать. Я хотел даже в Москве ему вопрос задать, что мы в Таджикистане будем ждать тебя уже совершенно с другой аутором, потому что я буду события рекламировать, потому что я хочу, чтобы эти знания были у наших соотечественных, друзей, близких. И вот, как вы знаете, мы являемся соорганизаторами, наравне с элитой, с долером. И часть билетов, которые у нас сейчас есть, мы даже не будем через клуб молодых предпринимателей перепродавать, еще что-то, мы будем их раздавать своим близким друзьям, потому что это инвест в наше будущее. То есть это знание, которое действительно нужно. Главное, чтобы Таджики, бизнес наш аутор, это поняла и пришла. Они реально выйдут оттуда, потратили 200 долларов, они выдаст оттуда 1000 долларов, то есть это хороший инвест. Поэтому как-то так, то, что ждем. Многим, которым мы предлагаем, там, пойдешь ли ты на трейс, они говорят, ой, возьми книгу, прочитают, что там интересного. Вы были у него на тренинг, какая разница между его книгами и живой общением с ними? Разница сидит глубже. Кто сказал, что я прочитаю книгу, он не прочитает. Вот, все, кто говорят, что я прочитаю книгу, они не получают, потому что детей надо в садик отвезти, то есть надо приготовить, там надо заработать, поэтому у нас нет такой высокой культуры постоянного чтения. Поэтому раз уже такое событие, человек 81 год, мы должны прекрасно понимать, что он уже в возрасте, поэтому нам очень повезло, что он приезжает в Таджикистан, потому что у него такое центрально-азиатское, восточно-европейское турне, то есть он совмещает Таджикистан. Так просто его пригласить, это 100 тысяч долларов. То есть к нам он приезжает чуть дешевле, потому что ему, так сказать, по пути. Поэтому мне кажется, человек адекватный, человек с расширенным восприятием всего, как бы проехать, что он должен туда пойти. Что касается вопроса цены, я думаю, что организаторы всегда готовы к диалогу, то есть если какие-то идут массы, то есть если я бы хотел попасть к трейсу, и у меня бы не было денег, я бы нашел бы еще 10 человек, которые пойдут, и за счет этого, за счет привлечения кого-то, я бы пошел бы туда бесплатно. Дальше, все-таки вы в Синерджи Глоба Форум видели 8 мировых, можно сказать, тренеров. И все-таки какая из них у Трэйси? Какая разница между Трэйси и семи вот этими мировыми тренерами, которые не отступают тоже Трэйси? То же самое. Не, они все-таки уступают, потому что все, кто выступали, они ссылались на Трэйси. То есть, как сказал Трэйси, а некоторые говорят, что мы на его книгах выросли. То есть очень разница колоссальная, в плане того, что он как Брэн. То есть, может быть, он дает как бы те же самые знания, да, но тем не менее, когда это говорит Трэйси, когда говорит авторитет, он воспринимается по-другому. То есть это как, скажем, воспитание, скажем, вашего ребенка. Когда вы говорите, Бачан, туда не ходи, сюда ходи, да, условно, он будет воспринимать, как это говорит мама. Когда говорит, какой местный авторитет, какой-нибудь спортсмен, он будет к нему присутствовать иначе. Поэтому Трэйси это тот авторитет, который он говорит пронзительно. То есть он говорит из своего опыта, он говорит очень чувственно, поэтому разница колоссальная в том, что он сам бренд, и в том, что вся аудитория, все эти остальные семь человек, относятся к нему очень уважительно, очень высоко в его цене, так же, как и вся аудитория. То есть он выступал номер один, то есть он сам был первый в списке, соответственно, его там встречали с аплодисментами. Надо это было видеть, почувствовать, да, это очень интересно. Ну, надеюсь, мы почувствуем это у нас 5 ноября. И все-таки, как вы думаете, все это время вы много потеряли, пропустив тренинг трейси? Сказать откровенно, очень чувствуется некими местами потеря времени в плане фундаментальных знаний, не только почувствовав тренинг трейси. В целом, бывают моменты, когда ты лишний раз играешь в футбол или играешь с друзьями, еще что-то, да, ну, как бы в юности. Поэтому это чувствуется, и сейчас чувствуются именно профессиональные знания в той или иной области, ну, в части бизнеса, в части менеджмента и так далее. Поэтому не все потеряно, надо все это понимать, главное, сделать какие-то планы, идти вперед. И такие тренинги. Я вообще думаю, у нас очень такое интересное сотрудничество вышло такое интересное с издательским домом элита. В плане организации это, конечно, основная ответственность и организация на элите. Суть в том, что городу не хватает именно таких ивентов, таких событий масштабных, где люди могут получать знания мировые. Поэтому мы как бы свое акцентируем внимание клуба молодых предпринимателей, акцентируем свое внимание на именно создание этих ивентов в будущем. Где мы, как участники элотренинга и, соответственно, как люди ответственные в это, будем обогащать знаниями себя и своих близких, друзей и тех людей, которые состоят в сообществе предпринимателей. Так, еще один вопрос. Очень многие говорят, что то, что говорит Рейси, например, тот бизнес-подход, это больше подходит для европейских, американских бизнесменов. Тот бизнес, который в Таджикистане и для таджикских бизнесменов, это не подойдет. Вы, как, например, председатель клуба предпринимателей, которые работаете непосредственно с таджикским бизнес-рынком, как Вы думаете, неужели это в такой степени разница между словами Трейси и бизнесом в Таджикистане? Вопрос в том, что кто это говорит? То есть люди, у которых не с чем сравнить, то есть они говорят, что это неприменимо, будучи ни разу не явившись на тренинг Трейси. То есть они же не знают, что они говорят. То есть Трейси, ну окей, есть все равно на тренингах, все проходит иначе. Ладно, мы сейчас можем на секундочку отложить тренинги, бизнес-тренинги. Он такие вещи элементарные говорит, когда ты едешь на работу, слушай либо аудиокнигу, либо читай газеты, либо еще что-то. То есть ты ежедневно теряешь 15 минут, или там 60 минут в день. То есть за год это вот сколько-то, по жизни это вот сколько-то, ты же мог продаваться вот этого. То есть это какая-то математика, который 50 лет этого считает. Опять-то как-то бомба, это взрыв. Я почему столько времени просто теряю? Или он просто говорит, не забывайте поцеловать девочку свою маму и скажет, мамочка, я тебя люблю. То есть это вещи, которые делают по жизни сильным человеком. Или воспитание детей. Конечно, это не только в бизнесе. То есть эти вещи, они применимы везде. Конечно, есть, скажем так, общий трендовый совет от Трейси, который больше применим в той же самой Европе. Но мы должны делать фильтр. У него 70 книг, да. Конечно, конечно. То есть элементарно то же самое правило быть миллионером. Мечтай. Если хочешь об миллионеров, первое правило – мечтай об этом. Но почему? Это можно и в Тарфекистане мечтать, и там в Италии, и везде. То есть большинство, большинство рекомендаций, они применимы. Более того, он как профессионал подготовится под нашу аудиторию, под наш металик 50. Тем более, я знаю, что были рекомендации старшек со стороны, что обратить внимание на это, на продажи, на кризис и так далее. Те же самые люди, которые говорят, у нас кризис – это плохо сейчас, вот новая тенденция, бизнес – это возможно… Кризис – это возможности. Вопрос – какие возможности? Он также раскроет, скажет, и оттуда мы должны брать нужное, применимое. Конечно, можно сказать, ну, когда идем на рынке, поработай сам, потом посмотришь. Но он работал, наверное, официально, чтобы показать таким вот, скажем, интернет-аудиторией, которые просто могут писать. Он им доказывал, он работал в некоторых странах, он рассказывал об этом. Он работал в странах специально, брал какие-то 10, там, очень таких, аутсайдерских каких-то проектов, и он их развел и показал, что, ребят, можно просто делать до сахвата, можно доезжать, там, напрямую, там, скажем, через центр города, а не через Барзог или через… То есть он показывал дороги. Да. Поэтому. То есть все. Большое спасибо, уважаемые друзья, за внимание, за то, что выслушались. Самое главное, не пропустите бизнес-события уходящего года, 5 ноября, Кохлина Аурус, бизнес-семинар от Брайана Трейса. Всем ждем. Удачи.